Друзья, всем привет! Предыдущие наши с вами политические завтраки были достаточно ситуативными, потому что в мире происходит очень много событий, и о них хочется, конечно, говорить, но я упоминала, что хотела бы менять иногда формат и общаться с вами в формате вопрос-ответ. Вы задавали мне вопросы о политике, и я постаралась отобрать те, которые встречались чаще всего, либо которые были интересны, задали вы много вопросов, и именно поэтому у меня банк, скажем так, вопросов и тем для обсуждения пополнился очень и очень значительно, но сегодня мы разберем лишь некоторые самые интересные и актуальные, и постараемся с вами найти ответы на эти вопросы. Продолжение следует... Почему люди зачастую верят больше политикам, а не политологам? На первый взгляд кажется, что вопрос достаточно такой вот сложный и философский, но на самом деле, если мы примерно оценим, кто такие политики и кто такие политологи, мы поймем, почему простому человеку, который сидит дома и не занимается академическими исследованиями, не интересуется с академической точки зрения науками о государстве и о формировании какой-то международной системе, намного ближе поддерживать именно политика. Политики это практики, это люди, которые напрямую связаны с властью, которые занимаются государственным администрированием, государственным управлением, влияют на формирование либо курса, либо в целом какой-то политики в стране, и у людей в голове формируется очевидная идея. Практика равно действительное, истинное знание о том, как все работает и как все должно быть. Другой вопрос в том, насколько можно оценить компетенции политиков. Если политология это все-таки определенное направление, академическое направление и вообще науки о государстве и о так называемой политике, которые включают сюда философию, политфилософию, историю, международные отношения, право, экономику, менеджменты, что угодно, это все-таки академические сферы, и у политологов есть определенная база знаний, на которой они основываются, делая какие-то выводы и обсуждая какие-то вопросы. Эти люди от нас все равно далеки, потому что это какие-то далекие вроде как академики, ученые и что-то там, и они не так часто светят лицами, как условные политики, хотя слова очень похожи политик и политолог. Возвращаясь к вопросу компетенции политиков. Это очень спорный момент, потому что сложно проверить, насколько эти люди действительно понимают, что они делают. Возьмем простой пример, наполненный с нашей Государственной Думой, куда входят представители спортивных кругов и кругов так называемых культурных. Я конкретно говорю про разных актеров, которые не то чтобы не особо понимают, как работает государство изнутри, они в целом имеют малый багаж знаний в сфере государственного формирования и государственного управления, поэтому их представительство это исключительно вот такое вот воззвание к массам и выстраиваются своего рода такие вот негласные доверительные отношения. Конечно, это вопрос спорный, опять-таки, потому что когда в государственное управление попадают люди, которые имеют мало представления о том, как это государство работает, и я ни в коем случае не говорю, что не должно быть института представительства простых людей, все-таки, если думать о каком-то благе для народа, все это очень специфично будет работать, а учитывая то, что очень часто всплывают разные скандалы с купленными кандидатскими, с какими-то непонятными абсолютно подобного рода вопросами, сомнений становится еще больше. Но простые люди, которые, может быть, активно не сидят в интернете или не сильно следят за менее правительственными ресурсами, они особо не включаются в эти повестки и не следят за этим, поэтому автоматически для них люди, которые причастны к реальному формированию политики в их умах, намного более компетентны в вопросах этой политики, чем кто-то, кто якобы в теории изучал эту сферу. Вот и ответ на вопрос. Видео про Афганистан прошло, а вопросы про Афганистан остаются, и я понимаю, почему. Вопрос следующий. Будет ли Афганистан примером для соседних стран? Стоит ли вмешиваться в Афганистан? Вопроса здесь два, и они достаточно обширные, и на них сложно будет ответить коротко, но и я постараюсь, потому что иначе мы с вами засядем здесь опять на 40-45 минут, и сегодня у меня такой интенции нет. В соседних странах вряд ли будет происходить что-то подобное, потому что Афганистан на протяжении многих лет, если быть конкретнее, с середины 90-х годов, был таким вот ярким пристанищем Талибана, запрещенного в России террористического движения. Я правильно сказала? Я правильно все сказала. И в соседних странах ситуация немного иная. В этих странах не было таких тлеющих событий, таких тлеющих процессов, как в Афганистане. Возможно, эти процессы запустятся, возможно, приход Талибов, запрещенных в России, к власти даст какой-то импульс, но это все не произойдет здесь и сейчас, поэтому в ближайшей перспективе подобных событий где-то у соседей не будет, это не даст никакого стимула другим странам, может быть, даст стимул террористическим группировкам, но, скорее всего, государства, государства нации, находящиеся рядом, будут как-то с этим бороться, потому что очаг терроризма на Среднем Востоке не нужен никому, в том числе таким игрокам, как Китай, таким игрокам, как Индия, хотя тут с Индии спорно, потому что под боком Пакистан, который очень часто подпитывает террористические группировки, но и, конечно, России. Это все не надо, так что с этим будут активно бороться, можно быть относительно спокойными за судьбу соседних стран. Если Талибан не начнет распространяться в эти соседние страны, опять-таки, это вопрос для спецслужб этих государств и для спецслужб их соседей. Вопрос в том, следует ли вмешиваться. Здесь сразу возникает дилемма отчасти, потому что, с одной стороны, вмешиваться стоит, как минимум, потому, что Талибан — это группировка, которая во многих государствах признана террористической. То есть, вмешательство равно борьба с терроризмом. Мы, в принципе, имеем опыт определенного характера и с Ираком, и с Сирией, где борьба с терроризмом, ну, привела, конечно, к каким-то видимым результатам, опять-таки, в плане истребления терроризма, но при этом она окунула страны в очень такое вот хаотичное состояние, и, условно, Сирия до сих пор не сильно мирно функционирует. Конечно, происходят мирные более-менее государственные процессы, но, в любом случае, Сирия — это все еще немирное, спокойно, нормально развивающееся ближневосточное государство. Вопрос вообще легитимности этого вмешательства и правильности, потому что у нас с вами есть международный документ. Это устав ООН, по которому признается невмешательство во внутренние дела других государств, и то, что происходит в Афганистане, пока это не выходит на соседей, это называется внутренними делами. Несмотря на какие-то признаки нормального функционирования государства во время нахождения американских войск, уберечь страну от открытого активного действия терроризма впоследствии и после вывода не удалось. Так что эффективность военных операций и вмешательства во внутренние дела крайне низкая. Эти операции создают риск своего рода замораживания страны в определенном состоянии, как это происходит в Ливии, как это происходит в Сирии. И даже если мы руководствуемся благими побуждениями, как, например, концепция R2P, Responsibility to Protect, или ответственность по защите, которая предполагает вмешательство в дела стран, если там происходит геноцид, какие-то массовые убийства, преступления против своего народа, вот если у нас есть даже такая благая цель помочь каким-то там народам, мы, скорее всего, сделаем только хуже, к большому-большому сожалению. Так что вмешиваться не стоит до тех пор, пока Афганистан не представляет прямую угрозу мировому сообществу, либо же каким-то соседям, у которых есть рычаги влияния. Третий вопрос. Какой исторический путь развития России? Исторический путь, свой путь развития, свой исторический путь, это фразы, которыми очень часто как-то оправдывают политические решения, либо в целом политический курс. Если мы говорим с вами про Россию, действительно, исторический путь России достаточно интересен. Это страна, которая на протяжении веков была империей и которая имела вес на европейском поле игры, скажем так. Она действительно была одной из великих держав, она формировала политику в этом регионе, поскольку тогда глобализации не было и как таковой мировой политики не было. Имперские времена прекрасные закончились, пришли времена большевиков, пришли времена социализма, когда первое время все было очень сложно, но потом, выйдя из Второй мировой войны победителем, Советский Союз стал одной из двух ключевых держав. Этот путь действительно интересен, потому что на протяжении многих лет, несмотря на какие-то сложности в мировой системе, если мы говорим про 20 век, да, и какие-то кризисы, несмотря на смену власти, несмотря на какие-то революционные потрясения, развалы государства, Россия более-менее продолжала существовать и даже относительно успешно. Вопрос в том, что из-за большого количества потрясений, в том числе распад империи, революции, войны, две войны на 20 век, крупные пришлись, что очень потрясло, конечно же, это распад Советского Союза. Из-за вот этих всех маленьких событий развитие России банальным образом затормаживается. Поймите меня правильно, свой путь есть у каждого государства. Поэтому говорить о какой-то нашей исключительности, это скорее неправильно. Если мы с вами говорим про более такое, знаете, дихотомическое разделение на Запад и Незапад, о котором тоже любят говорить в контексте своего пути, здесь, конечно, тоже достаточно сложно оценивать положение, в котором находится Россия, потому что, с одной стороны, действительно, страна большая, и она находится и в Европе, и на Востоке, в Азии, скажем так. И учитывая то, что у нас есть определенные народности, которые даже в расовом смысле относятся к монголоидам, это разные народности и этносы, которые больше близки к восточной культуре, причем как к ближней восточной культуре, так и к азиатской. На протяжении многих веков Россия выбирала именно политику европейской державы. Она включалась активно в коммуникацию с Европой, она была частью европейского концерта, она была европейской великой державой. Поэтому при всех наших попытках объяснить, что мы имеем такое же право влиять на процессы где-нибудь, я не знаю, в Азии, на Ближнем Востоке, стоит помнить, что всю жизнь мы выступали за свою европейскость и очень ее культивировали. Поэтому тут сложно говорить про свой путь. Свой путь это объяснение, опять-таки, того, что мы хотим усидеть на двух стульях и при этом получить выгоды от всего. Это неплохо и нехорошо, но просто тоже стоит понимать, что аргументы про свой путь достаточно пространные, и если вы будете, наверное, использовать их в академической беседе, на вас скорее скептически посмотрят даже сторонники этих идей, потому что в последнее время как-то, знаете, не комильфо говорить о том, что у России свой путь, стоит пытаться объяснить это как-то системно, более или менее. Есть ли в современном мире настоящая демократия? Я прямо сразу вас отправлю к работе Роберта Даля о демократии. Она написана абсолютно простым языком, переведена на русский язык, и мне кажется, достаточно интересно дает представление об истоках демократии, при этом стоит понимать, что написана она достаточно давно, в 70-е годы прошлого века, но для общего понимания какой-то базы отличная работа. Так вот, стоит рассматривать вопрос демократии с двух сторон, это реальная демократия и идеалистическая демократия. Если мы говорим о каких-то зачатках, это, конечно же, где-то 500-е годы до нашей эры, и можно говорить о, скажем так, двух видах демократии, это греческая демократия и римская. Греция как государство, она была, по сути, поделена на города-государства, и одним из ярких представителей той самой демократической системы был город Афины, который предполагал как раз-таки народные собрания и участие народа в политическом процессе. Но стоит говорить о том, что как раз-таки слово «демократия» считается в то время, использовалось более пренебрежительно, как раз-таки со стороны аристократов и патрицев, когда они говорили о власти народа с такой вот пренебрежительной коннотацией, скажем так, с оттеночным отношением. При этом демократический процесс в Афинах строился довольно интересно, он строился на базе жребия, то есть, в принципе, за свою жизнь каждый гражданин Афин мог быть частью политического процесса хотя бы раз. Была также римская версия демократии, которая называлась «республика», и есть большие вопросы и сомнения насчет того, как друг к другу относятся эти два слова. Демократия и республика – это одно и то же, просто зависит от разности лингвистической, потому что на греческом языке демос кратес, да, демократия, а на латыни «република» от публику, да, от народа, просто это вопрос, опять-таки, лингвистический. Так вот, в этом контексте, опять-таки, нужно рассматривать демократию с точки зрения идеала и с точки зрения реальности. С точки зрения идеала – это набор определенных характеристик, которые должны соблюдаться для вовлечения всего, скажем так, народа в процесс формирования политики. Эта идеальная основа базируется на принципе всеобщего равенства, то есть мы берем за аксиому, то есть идею, которую не стоит доказывать, тот факт, что все люди равны абсолютно. Если мы с вами говорим о реальном мире, да, и о реальных демократиях, здесь стоит говорить о каких-то институтах, которые необходимы. Это институт выборности и вообще институт выборов, это институт представительств и многие другие характеристики, присущие больше политическим системам. Вопрос в том, что понимать под понятием настоящая демократия. Тут скорее надо обращаться именно к политическим институтам. Если мы с вами зададимся вопросом, существует же абсолютная демократия сейчас в нынешнем мире, если вы абстрагируетесь при этом всем от исключительно американских источников, которые периодически бывают достаточно предвзятыми к своему строю, называя его истинно демократическим, так вот мы придем с вами к выводу, что полноценной, стопроцентной демократии в мире нет. Страны Прибалтики, для них НАТО средство или цель? Вопрос это balancing или bandwagoning? Пламенный привет от монтирующей Арины, которая, судя по всему, не умеет читать и воспринимать текстовую информацию, потому что я это прочитала и почему-то восприняла как для НАТО страны Прибалтики это средство или цель и дала ответ на другой вопрос, поэтому извините меня, пожалуйста. Для начала разберемся в понятиях, что такое balancing, что такое bandwagoning, потому что это понятия, которые периодически встречаются и используются. Balancing это понятие, которое можно объяснить простыми словами, когда страна держится со своими союзниками против какой-то общей угрозы, против будь то страны, будь то какого-то вызова. А bandwagoning это немножко другое, это... Как немножко другое, это в целом вообще другое, это когда страна идет намеренно на плотное сотрудничество с какой-то другой страной, понимая, что она является врагом. И когда мы пытаемся понять, какова роль Прибалтики для стран НАТО, здесь скорее нужно говорить о balancing, потому что вряд ли мы можем назвать страны Прибалтики какими-то даже относительными врагами Соединенных Штатов Америки и Блока НАТО, поскольку если мы вступим опять-таки вот в эту риторику противостояния какого-то, боже, когда эти противостояния закончатся, видимо, никогда, мы поймем, что Прибалтика не испытывает теплых чувств к России в целом, и настроения в Прибалтике, откровенно говоря, антироссийские. И прибалтийские страны это скорее метод, а не сама цель. Вот такой вот ответ на этот вопрос. Каков для тебя сейчас мир, многополярный или однополярный? Мне интересно, кстати, что не допустили опции биполярности или триполярности, а сразу поставили меня между выбором таких вот категорий и максимум, скажем так. Я бы сказала, что достаточно сложно сейчас определить именно вопрос полярности и полюсности какой-то, да, потому что полюсность вообще отсутствует, и можно сказать, что мир бесполюсный, и об этом писали очень многие, и, допустим, господи, у меня, мне кажется, травматический экспириенс чтения литературы о полюсах и полярности, и об этом всем. В общем, если вы хотите почитать про полюсность, в помощь вам, Татьяна Алексеевна Шаклейна, я вам вставлю литературу внизу. Полюсов сейчас нет, потому что полюсная система предполагает, во-первых, либо наличие двух полюсов, либо наличие нуля полюсов. И эти полюсы своим собственным наличием как бы противоречат существованию друг к другу. Там настолько идет сильный внутренний конфликт, при этом они из-за того, что находятся на разных вот таких вот осях, они при этом делают такую стяжку мира и поддерживают функционирование этого мира. Вот о полюсах, или о полюсах, о полюсах, мы можем с вами говорить в 20 веке, когда была холодная война, было два полюса, полюс коммунистический, полюс социалистический. Вот, и они делали такую мировую стяжку. И все это функционировало на удивление, пускай не так мирно, как хотелось бы, но достаточно устойчиво. Если мы говорим про центры силы, либо про какую-то полярность, да, здесь все намного сложнее, потому что страны призывают к многополярности. Многополярность очень выгодна, потому что вы таким образом подтверждаете тот самый идеальный демократический принцип о равенстве всех. То есть все государства на равном уровне, представленном на мировой арене, могут влиять на эту систему. Проблема в том, что элементарно, если мы как-то переложим на мировую политику принцип рыночности и рыночной экономики, мы поймем, что, ну, так немножко не работает, да. Все-таки те, у кого больше ресурсов, и те, кто может эти ресурсы использовать, они по факту будут все равно стоять в привилегированном положении на теме, у кого их нет, ведь могут задавать правила игры во многом. И именно поэтому страны, которые обладают разного рода ресурсами, в том числе человеческими, в том числе информационными, технологическими, они сейчас могут претендовать на звание центров силы. И центров силы, в принципе, можно определять количество в зависимости от ваших взглядов аналитических, да, и каких-то академических. Допустим, можно сказать, что центром силы является Турция, центром силы является Россия. Центр силы, объективно говоря, это Китай, центр силы это США, центры силы есть в Европе, например, Германия, по крайней мере, до выборов, я не знаю, что будет после выборов, но это сильнейшая европейская страна. Такие центры силы есть. Поэтому я склоняюсь к тому, что мир все-таки многополярный, и в нем существует много центров силы. И тут еще есть интересная дискуссия по поводу новой биполярности, потому что с ростом Китая и с относительным медленным ростом Соединенных Штатов Америки говорят о том, что появляются новые две страны, новых два противника, которые не в такой активной форме, как во времена Холодной войны, все-таки противостоят друг другу. И при этом, когда Россия вспоминает о том, что «а вот в 20 веке мы же там были, и мы же тут третий треугольник, Россия, Китай, точнее Советский Союз, Китай, США, о котором говорил Киссинджер в 70-е годы прошлого века, вот это когда все вспоминают, стоит говорить о том, что все-таки сейчас, в нынешней обстановке и при нынешнем наличии ресурсов, Россия из этого треугольника выпадает, этот треугольник становится исключительно вот таким отрезком на одной стороне из США и на другой стороне из Китая. Вот такая вот проза жизни. Так что есть и позиции, что появляется новая виполярность, но между другими странами, и опять-таки оставляю вам какую-нибудь литературу почитать, если хотите разобраться в этом немного подробнее. Мне кажется, всегда очень интересно посмотреть на разные точки зрения. Почему Эрдоган такой противоречивый? Не признает Крым, но покупает С-400. Это хороший вопрос. Эрдоган вообще сам по себе достаточно эксцентричный лидер и эмоциональный такой лидер. Конечно, не такой полярный, непонятный, как Трамп, но при этом он достаточно яркий лидер Ближнего Востока. И если мы с вами возьмем вопрос Крыма, да, что он там признает, не признает, тут надо вспомнить историю Крыма, который долгое время был турецким и который, конечно же, для Турции в уме всегда будет турецким. И поэтому, что бы там ни происходило в Крыму, кто бы там ни был, пока Крым не турецкий, Крым не чей. Насчет покупки С-400. Считается, что когда в 2017 году Анкара решила закупать именно российские зенитные ракетные системы, это было сделано во многом для того, чтобы спровоцировать Соединенные Штаты Америки, которые на протяжении многих месяцев обещали свои собственные ракеты поставлять им и долго не могли это все согласовать. То есть, эта сделка не могла финализироваться. И считается, вот даже цитата, Турция в течение длительного времени пробовала различные схемы по вымогательству технологий в сфере ПВО, ПРО от западных корпораций и компаний. Об этом пишет, говорит точнее, сотрудник Центра военно-морского анализа Международного научного центра имени Вудро Уильсона, Майкл Коффман. Вот даже есть такое мнение, что это было, по сути, вымогательство. Ну и, конечно, можно придерживаться подобной точки зрения, потому что многие признаки показывают, что это действительно так. Турция вообще является достаточно амбициозной страной в своей регионе и претендует на, безусловно, лидерство на Ближнем Востоке, на Большом Ближнем Востоке. И тут забавен другой факт. Страна НАТО, коей является Турцией с 1952 года, закупает российские С-400, которые направлены на то, чтобы противостоять странам НАТО. Вот ирония этой всей ситуации именно в этом. Но здесь работает принцип ничего личного, просто бизнес. США не могли долгое время обеспечить эту сделку и как-то ее подтвердить. Да, ну и Турция пошла к главному противнику, скажем так, и сказала, давайте закупать, никакой проблемы не будет. Так что Эрдоган скорее не противоречивый, глава государства, а просто человек, стремящийся найти какие-то удобные условия для функционирования, развития своей страны. Действительно ли ООН справляется со своими функциями? Почему ООН не способна решить проблемы? Вы открыли ящик Пандоры, который называется «Поговорим с Ариной про ООН», потому что, мне кажется, в следующие 20 минут будут мои разговоры на тему о деньгах, любви, жизни, про организацию объединенных наций. Вопрос первый. Справляется ли со своими функциями? Оценить достаточно сложно, потому что главная принципиальная функция этой организации – это не допустить Третьей мировой. При прочих равных условиях она с этим справляется. Другой вопрос в том, что есть другие тенденции и особенности мировой системы, которые не позволяют миру скатиться в эту мировую войну. В том числе парадоксальный факт – ядерное оружие, которое используется как противовес. Наличие ядерного оружия все-таки является сдерживающим фактором для разворачивания каких-то масштабных действий, потому что нет гарантии, что при конвенциональной войне не будет задействовано это ядерное оружие. Плюс конвенциональная война дорогая, она затрачивает человеческие ресурсы, разрушения в инфраструктуре, экономические потери. Легче заниматься торговыми войнами, либо какими-то локальными вмешательствами. Это объективно факт. Так что тут, с одной стороны, она справляется, потому что главная цель выполнена, с другой стороны, насколько эффективно это все работает. Понимаете, очень сложно требовать от организации, которая при своей глобальной цели поддержания мира безопасности была задумана как международный переговорный форум, обеспечение идеальной стабильности. Это то, что требовать нельзя. И когда ссылаются как раз-таки на неэффективность, забывают о том, как эта организация формировалась. У нас из всех шести главных органов... Хорошо, откинем секретариат, который занимается технической работой. Из пяти органов обязательное решение выносит один. Один. Как можно предполагать, что организация, которая имеет такую структуру, очень развитую, очень, не знаю, качественно предполагающую демократические процессы, вовлекающуюся во многие дела, будет обеспечивать безопасность, стабильность, развитие, что угодно во всем мире. Эта организация не имеет наднационального элемента. То есть, все страны, которые в нее входят, сохраняют свой собственный суверенитет. Организация как целая, да, или какой-то, не знаю, секретариат с генеральным секретарем во главе, не могут, как какой-то высший надзиратель, заставить страну что-то выполнять, что-то не выполнять. Эта ответственность лежит на международной системе, которая автоматически все это должна поддерживать. То есть, когда выносятся решения Совета безопасности, обязательно, а страна его не выполняет, по всем принципам мирного развития нашего мира, да, прошу прощения за автологию, единственное, что могут сделать страны, это ввести санкции и либо инициировать действия под эгидой Организации Объединенных Наций по вмешательству, по проведению военной миссии в этой стране, если капец, вообще, до свидания. У нас есть пример КНДР, который не раз просто говорили о том, что хватит разрабатывать ядерную программу, мы вводим санкции. КНДР, будучи закрытым государством, продолжает абсолютно спокойно существовать и функционировать даже под этими санкциями, которые, как мы видим, не работают и являются таким вот политическим конструктом современности. Так вот, в этом моем пассаже кроется ответ на второй вопрос. Почему ООН не способна решить проблемы? Потому что ООН — это не актор решения этих проблем, а площадка для решения этих проблем. И ответственность за экономическое стабильное развитие, за невмешательство, за поддержание стабильности, за ядерное нераспространение, лежит не на организации, либо специализированных учреждениях, либо органах, да, конкретных этой организации, а на каждом независимо суверенном государстве. И вопросы здесь нужно задавать не о организации объединенных наций, которая никому ничего не должна, а конкретным государствам, которые не могут функционировать в рамках существующих режимов, то есть определенных правил игры, подкрепленных разными институтами и организациями, которые были сформированы для того, чтобы все у нас круто работало. И я, понимаете, я сама прекрасно понимаю объективно, что такое организация объединенных наций, занимаясь исследованиями в этой сфере на протяжении уже шестого, считайте, года. И я все равно при всем своем критическом отношении и понимании проблем этой организации искренне возмущена и не могу добиться, не знаю, и не могу объяснить очень часто людям, что проблема не в организации, она есть и есть, но она не обязана решать эти проблемы, потому что это не наднациональный орган, как условно в Европейском Союзе, да, есть система наднациональных органов. Поэтому организация объединенных наций в лице государств и членов старается принимать какие-то меры и программы и разрабатывать такие решения, которые действительно будут направлять мир к более улучшенному, скажем так, функционированию и развитию. Это и цели тысячелетия, которые, к сожалению, не были полностью выполнены, поэтому они переросли в цель устойчивого развития 2030, Sustainable Development Goals, или ЦУР по-русски в аббревиатуре. Это разные программы, разные, я не знаю, конвенции, это разные декларации абсолютно необязательного характера, да, это все вещи, которые разрабатываются исключительно для задачи курса и вектора. Все остальное лежит на каждом из государств. Если кто-то что-то не выполняет, это ответственность этой страны, и все, что может сделать ООН, это призвать мирового сообщества надавить на эту страну, либо же просто потрясти пальцем и сказать, так делать нельзя, исключительно из-за того, что такой характер организации. Поэтому за ООН и двор стреляя в упор, нет, на самом деле я знаю, что есть проблемы у этой организации, гиперфинансирование, гипербюрократизация, чрезмерное наличие разных там органов, подорганов, организаций, комитетов, чего угодно, но постоянно говорить о том, что ООН не нужна, и он такая плохая, и он ничего не решает, это заблуждение, потому что мы смотрим не в ту часть проблемы, мы смотрим на обертку в виде организации, а мы не думаем о поведении государств, которые в условиях абсолютного размывания правового режима, когда просто уже никто не верит, что международное право действительно существует, и оно кому-то нужно, пытаются как-то функционировать, и не всегда у них это получается хорошо. Так что вините конкретные страны, а не вините ООН. Вот, это мой вам совет. Почему в России так не любят США? Хороший вопрос! Отвечать на него можно бесконечно долго. В России не любят США не потому, что сами люди не любят США, а потому что им говорят, что источником всех проблем и горестей нашей страны являются именно Соединенные Штаты Америки. Санкции с подвода США, еще что-то, это все виноваты американцы, американцы так плохо о нас отзываются, а американцы не соблюдают международные договоры, в которых мы с ними вместе варимся. Американцы такие плохие. Ненависть, ну ладно, наверное, громкое слово, не любовь к Соединенным Штатам Америки, это опять-таки очередная попытка объяснить свои какие-то неудачи, свое стагнирующее экономическое развитие, свои относительно, относительно важное слово, неразвитые политические институты в мире информационных технологий и интернета очень сложно не увидеть, как выглядит другая страна, даже если ты там не был, потому что у нас есть видео, да, людей, которые там живут, если ты знаешь язык, ты можешь смотреть на это, у нас есть видео людей, которые туда переехали, у нас есть сообщения, комментарии, в общем, вы можете посмотреть, по сути, на уровень жизни практически любой страны мира, просто потому что хотя бы есть пару человек, которые будут это демонстрировать и об этом вещать, поэтому сложно доказать людям, что в США плохо на самом деле, из-за этого приходится выходить на вот такой вот государственный уровень и стараться объяснять о том, что в США плохо тем, у кого нет доступа к этой информации, то есть это люди там, не знаю, старше 35-40 лет. Ну и последний вопрос на сегодня, я думала делать 15, 20 или 30, но тут мы успеваем еле-еле 10 штук сделать, так что последний вопрос, почему нельзя быть аполитичным? Аполитичным быть можно и абсолютно не возбраняется, если вам ментально некомфортно, если вам тревожно от событий, если вы вообще не хотите в это все ввязываться, если вам это неинтересно, если вы не чувствуете это в качестве своего гражданского долга. Вся мода на то, чтобы быть максимально включенным в политику, в том числе политику своей страны, это отчасти мейнстримное движение, как условно можно представить, что модно быть веганом, когда-то было, да, я не говорю про людей, которые делают это по убеждениям, но был такой вот всплеск, когда все переживали за экологию и переставали пить из трубочек, все переживали о том, как бедных там коров мучают и не ели мясо. Все виды вопросов и повесток в какой-то момент проходят фазу вот этого мейнстрима. И на данный момент все больше и больше людей приходит к тому, что нужно участвовать в политике как минимум собственной страны, а как максимум узнавать о том, как бывает иначе, но не всегда люди понимают, что у множества нет опций такой. Многие люди не могут разбираться в этом, не могут понимать, как это происходит, у них элементарно нет времени почитать законы, если они читают законы, они не понимают, что в них написано, потому что иногда наши законы написаны так, что, мне кажется, юристы пытаются в них сами разобраться многие годы. У людей нет возможности, поэтому заставлять кого-то быть вовлеченным в политику или как-то давлять на человека из-за того, что он не вовлечен, это, мне кажется, абсолютно неэтично, поэтому, если у вас есть искреннее желание участвовать в политике собственной страны, это супер, это круто. Если вы к нему постепенно приходите и понимаете, что вы, как единица гражданского общества, впоследствии сможете повлиять на то, как эта страна движется и в какое русло она идет в своем развитии, классно, супер, но если вы внутренне не чувствуете этого обязательства и не чувствуете себя ответственным за это и не чувствуете этого гражданского долга, я не считаю, что с вами что-то не так и что вы из-за этого плохой и что вам нельзя быть аполитичным. Желательно, чтобы все гражданское общество понимало, как функционирует их страна и какие права и обязанности они имеют. Желательно, чтобы эти люди стремились повлиять на формирование политического курса и стремились вообще как-то влиять на ситуацию, да, посредством активизма, я не знаю, демонстрации, чего угодно. Желательно, это круто, это как раз-таки те демократические идеалы, за которые мы боремся и к которым мы пытаемся прийти. Но вы, как единица, не чувствуя долженствования и не чувствуя морального настроя, никому ничего не должны. Просто помните это, потому что гнет политического активизма в последнее время на простых людей, да, которые, допустим, не могут выйти на митинг по причине меня уволят с работы, мне не на что будет жить, да, вот гнет на определенной категории граждан, которые, может быть, и хотели бы, но чувствуют страх и не могут ничего сделать и думают, что они какие-то не такие, очень высокий, потому что просто ситуация в стране такая, которая предполагает какие-то действия, которые постоянно нужно совершать, потому что кажется, что иначе будет все вообще капец как плохо. Не вините себя, это абсолютно нормально, если вы хотите изучать что-то о политике, изучайте, если не хотите, заботитесь о своем ментальном здоровье, о своем физическом здоровье, о себе в первую очередь, потому что неважно, какое будет государство, вы все равно останетесь, и если даже подобного государства не будет, или если вы переедете в другую страну, или если вы улетите на Марс жить, вы все равно у себя останетесь, так что занимайтесь этим, это очень важно, берегите себя. На этом я хочу закончить наш сегодняшний выпуск, он получился в очередной раз длинным. Я, в общем-то, уже перестала надеяться, что это будут видео какого-то приемлемого объема информации, это теперь, видимо, всегда будут полчасовые видосы, в любом случае, если вам понравилось это видео, обязательно оцените его там вот внизу, напишите комментарий, может быть, если хотите видео о чем-то еще, обязательно пишите комментарии, я всегда все читаю, пускай не всегда могу ответить, и у меня в инстаграме есть относительно регулярная рубрика «Политический факт», это что-то короткое в размере трех-четырех историй, не более, чтобы не загружать информации людей, о каких-то понятиях, событиях, из международных отношений, из политики в целом, так что приходите, ну и плюс там моя обычная жизнь, как я хожу в универ, как я занимаюсь своими делами, буду вас очень там ждать. Ну а пока что, продолжайте оставаться со мной, и увидимся в следующих видео. Пока-пока.